Мегафон ответил на обвинение ФАС в нарушении закона о защите конкуренции. Сотовый оператор Мегафон отреагировал на обвинение Федеральной антимонопольной службы, ФАС, в нарушении закона о защите конкуренции. Антимонопольная служба ранее 16 мая заявила, что оператор предоставляет компаниям с Госдалей более выгодные условия, чем организациям без Госучастия. Разница может достигать до 10 раз, говорилось в сообщении. Сдвиг по ФАС, АВТО, проиграл спор о незаконном копировании контента. В нарушении закона о защите конкуренции обвиняли принадлежащие Яндексу сайт авто.ру. Это позволяет компаниям с Госдалей платить за услуги мобильной связи в несколько раз меньше, чем частным, что противоречит антимонопольному законодательству. В частности, речь идет о рассылке банками информационных, сервисных и транзакционных сообщений. В Мегафоне известиям сообщили, что соблюдают законодательство и не нарушают антимонопольных норм. Компания пока не получила предписание федерального ведомства, рассказал руководитель пресс-службы Мегафона Юрий Нехайчук. После изучения мотивировочной части его намерены обжаловать. Официальный представитель компании подчеркнул, что независимые исследования и ранее вынесенные судебные решения свидетельствуют о том, что Мегафон не занимает доминирующего положения на рынке информирования. 15 мая ФАС признала нарушителями того же закона компании T2 Mobile, Brent, Telto, MTS и Vempelcom, Brent Beeline. Говорят, выбяки. ФАС начала проверку работы известного агрегатора решения по работе онлайн-сервиса служба примет. Через два месяца ведомство выявило, что операторы устанавливали монопольно высокие цены на услугу рассылки. А Vempelcom еще и отменил возможность транслитерации сообщений с кириллицей на латиницу. Как следствие, стоимость рассылок увеличилась вдвое. В МТС на обвинение ответили, сообщив, что компания соблюдает требования антимонопольного законодательства и не согласна с предписанием ФАС. В компании пообещали принять решение об апелляции в суде после получения мотивировочной части. Не согласились с выводами ФАС и представители Т2 Мобайл и Vempelcom. В июне 2018 года ФАС уже выдавала операторам Большой четверки предписание устранить дискриминационные условия договоров, касающиеся тарифов на SMS, рассылки для государственных и частных организаций, а в августе возбудила против Большой четверки дело.